Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Сегодня хочу приготовить испанскую сыровяреную колбасу сальчичон. На самом деле, говорить о каком-то конкретном рецепте, что вот это вот только сальчичон и ничто иное, не приходится. В Испании нет конкретного рецепта, по крайней мере, мне не удалось его выяснить. А спрашивал я профессионального колбасника, который сам колбасы делает здесь, в Испании. Так вот, нет конкретного рецепта, который позволяет однозначно утверждать, что у сальчичон может быть только такой, никакой иначе. Вариантов тысячи и тысячи. Доходит до смешного, если один и тот же фарш, один и тот же колбасник, приготовленный по одному и тому же рецепту, в одних и тех же условиях набивает в длинную, до метра длиной череву калибром 3-4 сантиметра, а потом этот же фарш тут же рядом он набивает в череву калибром 6-8 сантиметров, длиной там 50-60 сантиметров, может чуть покороче, и готовит в одинаковых условиях, сыровялит, то длинная колбаса будет называться фуэт, кнут в переводе, а вот эта вот толстенькая короткая сальчичон. При этом в каждой провинции, да даже в каждом городе есть десятки разновидностей. По разным краям Испании где-то в сальчичон кладут только свинину, где-то еще добавляют говядину, в некоторых местах птицу добавляют. Причем разное содержание пряностей, разный состав пряностей, разные степени измельчения жира, разная процентность соотношения жира, короче вариантов миллиона, я бы сказал. Поэтому я не мудрствую лукаво взял один конкретный рецепт у знакомого колбасника, который торгует своей колбасой, которую сам делает у нас на рынке. Если вы будете делать то же самое, то всем дегустаторам можете смело заявлять, что вы приготовили сальчон по рецепту Павла Марии Гонсалеса из Педрегера, что находится в провинции Аликанты. Замрите! Прекратите делать все, что вы делали и просто сделайте вдох. Вы уже побеждали повелителя демонов? Разрушали ледяного голема? А как насчет сражений с миллионами реальных игроков на арене? Что ж, теперь вы можете взять судьбу в свои руки. Ведь спонсор сегодняшнего видео игра Raid Shadow Legends, пошаговая коллекционная RPG в жанре темного фэнтези. Игра точно затянет вас, ведь тут каждый найдет то, что ему по душе. Сражайтесь на PvP-арене с другими игроками, участвуйте в битвах с клановыми боссами, проходите полностью озвученную сюжетную ветку в режиме кампании, а также наслаждайтесь огромным множеством разных чемпионов. Рейду недавно исполнилось два года. В игре планируется к выходу новая партия эпических и легендарных чемпионов с потрясающей рисовкой, а также выходит обновление для роковой башни. Это означает новые награды, новое снаряжение, которое можно выиграть для своих чемпионов. Также вас ожидают новые брутальные боссы, с которыми нужно сразиться. Небесный грифон и древний дракон. Друзья, каждый ваш переход по ссылкам поддерживает мой канал. Помогите мне собрать 100 инсталлов. За прогрессом скачивания вы можете наблюдать в режиме реального времени в описании под видео. Так чего же вы ждете? Прямо сейчас переходи в описании под видео и сканируй QR-код, качай рейд по моим ссылкам, а в качестве нового игрока получи три древних осколка, 50 рубинов, 100 тысяч серебра, а также крутого чемпиона йотуна в качестве бонуса. И поторопитесь, бонус будет доступен только следующие 30 дней. Удачи и жду тебя в рейде! Спасибо ему, кстати, за рецепт. Понадобится свиная лопатка и хребтовое сало. И в моем случае я для пущей аутентичности и мяса, и сала взял от свиньи иберийской породы. За пределами Испании такую свинину найти, мягко говоря, нереально, но выберите ту самую лучшую из тех, которые можете найти. Разная свинина от разных производителей, разная по вкусу. Больше того, я охотился в России, и тех кабанчев, которые добывал в районе, где они паслись, заброшенные в деревнях, там сады были, где яблони заброшенные и прочие, так вот их мясо пахло яблоками. Готовишь, они как будто с яблоками. Вот такой вот вкус. Короче, выбирайте самую лучшую свинину из тех, до которой можете добраться. Так, мясо нарезать крупными кусками, примерно вот такими. Она сегодня отправится на предпосол. А сало нарежу брусками примерно в палец размером и заморожу. Сало нарезается таким размером для того, чтобы через несколько дней его можно было уже в подмороженом виде сразу отправлять на мясорубку. Температура сала в момент отправки на мясорубку должна быть минус 4-2 градуса. Мясо засаливаю нитритной солью. Все пропорции есть в титрах в конце ролика и также под роликом в описании. Все тщательно перемешиваю. На сегодня все. Мясо отправляется на предпосол в холодильник при температуре плюс 2-5 градусов на 5 суток. А сало отправляется в морозильник. Естественно, нет никакой нужды сало морозить именно 5 суток. Вы можете его нарезать таким размером и отправить в морозилку за сутки до набивки. За сутки оно всяко-разно подморозится до нужной температуры. Продолжаем разговор. Мясо просолилось и даже созрело. Сало вчера из морозилки вынул, достал, положил в холодильник. Так что оно нагрелось до температуры минус 2-3 градуса. Сейчас, наверное, уже около нуля. Пока я камеру устанавливал, можно делать фарш. Мясо только нарежу на куски, которые в мясорубку влезут. Приступим. Теперь остается добавить пряности и все тщательно перемешать. Напоминаю, что перечень ингредиентов и основные этапы готовки я в конце ролика в титрах указываю. Кстати, под роликом они тоже есть. Так что, если захотите повторить рецепт, не придется тратить время и пересматривать весь ролик заново. Вымешивать надо не очень долго и обязательно следите за температурой. Если она поползет вверх, само начнет нагреваться, оно может размазаться во всем фарше и вы не получите красивого рисунка на срезе колбасы. Так что, заметили, что ползает температура, лучше приостановитесь и отправьте фарш в холодильник опять остывать. Вымешивать можно и руками, кому как удобнее. Ну, хватит, пожалуй. Отлично! Теперь набивка. Я использую коллагеновую оболочку калибром 65 мм. По указанию производителя я ее замочил на полчаса в подсоленной воде. Набивать буду при помощи китайского шприца. Обзор на канале был. Ссылку оставлю в описании. Смотрите. Купил его на Алиэкспрессе. Очень важно заполнить колбу шприца плотно, без воздушных пузырей. Тогда и при набивке их не будет. Теперь надо заполнить сверху фаршем. Делается это так. Тяну и начинаю давить. Вот так. Отлично! Теперь можно натягивать оболочку. Приступим! Заполнять надо очень плотно, причем делать это так, чтобы конец цевки был постоянно погружен в фарш в батоне в самом кончик. Это поможет сократить количество воздушных пузырьков. Отлично! И то же самое с остальными батонами. Теперь уплотнение и обвязка. Вот так вот захватываю и перекручиваю. Фарш уплотняется. Видите, он ползет. Я вот надо сдвигать вот так вот. Со всей силы. Очень сильно нужно так вот стягивать, чтобы батон чуть ли не звенел в руках. Остается шпагат ему тянуть. Вот так вот. И завязать. Смотрите, какой упругий. О, красота! Теперь внимательнейшим образом отсматриваем батон на предмет наличия пузырьков воздуха, которые вы можете заметить под оболочкой. Весь батон. Внимательно можете лупу даже взять. Если найдете пузырек, прокалывайте в этом месте и выпускаете воздух. Естественно, нужно проверить все батоны. Чтобы ваше время не терять, сделаю это за кадром. Сейчас начинается длительный процесс завяливания. Первые 5-7 дней – это осадка. Она проходит при высокой влажности 87% относительных, плюс-минус 3% погрешность. И температура плюс 2, плюс 4 градуса. Естественно, все это дело будет происходить в камере для сыровяла самодельной. Но сначала разведу культуру плесени. Это у меня МОЛД-600. Можно, кстати, купить в интернетах, в магазинах. Ссылка появится в описании. Это белая плесень. Она вот начнет расти на поверхности колбасы и, соответственно, не даст появиться на поверхности колбасы очень вредный черный плесень. То есть это полезная белая, предохраняющая. Окунаем. Вот так. Отлично. Каждый батон я взвесил. Бирки подготовил. Готовка колбаса будет при потере 40-45% веса. Пойдем вешать ее в камеру. Это мой полуподвал. Здесь он низковато. А это камера. Я ее сделал из второго холодильника. Тесновато здесь, конечно. Ролик про изготовление этой камеры был. Ищите на канале. Ссылку оставлю в описании. Здесь стоит у меня увлажнитель воздуха, который включается в зависимости от влажности в камере. Я ее настраиваю. Сам холодильник, когда включается, по температуре настраиваемой. Короче, надо вешать колбасу. И подвесить ее сюда. Обязательно должно быть расстояние между колбасками, чтобы был свободный проход воздуха. И этот самый свободный проход воздуха у меня обеспечивает вот этот вентилятор. Он включается по таймеру. Таймер я настраиваю в зависимости от того, какая влажность в подвале. Здесь она очень сильно зависит от влажности на улице. Это датчик влажности. Здесь же вот болтается датчик температуры. Ну все. Заглянем сюда через недельку. Вернее, я каждый день сюда заглядываю. Воды добавить в влажнитель воздуха. Проконтролировать процессом температуру и прочее. А вы увидите, что происходит в этой камере через неделю. Прошло уже чудовищно много времени. С момента, как я эту колбасу отправил завяливаться, она у меня провисела там. Она начала уже покрываться белой плесенью, полезной. Высохла как следует. Но все руки не доходили попробовать. Я переложил ее в обычный холодильник. Дальше она уже практически не сохнет. Давайте смотреть, что у нее внутри. Ну вот, смотрите, тот самый разрез испанского сальсичона. Я не знаю, по какой причине, но именно сальсичон испанский всегда очень жирный. Там много жира. Такое впечатление, что испанцы вообще... Это по испанским меркам еще маловато даже. На самом деле, там больше бывает. Они весь вкус жира пытаются вытянуть в этой колбасе. Так, ну, вот этот кус мальчика я возьму. Видите, да? Здесь и крупные кусочки мяса есть, и мелкие. Запах... Ну, такой насыщенный запах сыра, вяленого мяса. Ну, да, та самая, которую можно купить в магазине. Если кого-то смущает большая жирность колбасы, ну, вспомните, вы же сало едите, да? Вот ты к этой колбасе, ну, или сало с местными прожилками, к этой колбасе такое же видим отношение. У меня нет близких друзей-испанцев, чтобы спросить. Видим, такое же отношение у испанцев к ним. Поэтому они так вот любят сало добавить. Это очень сильно отличается от привычных вам, быть может, русских, советских сорвяльных колбас. Тут свои вкусы, свои ароматы, своя прелесть, я бы сказал. Короче, если интересно, пробуйте. Это интересно, на мой взгляд. Что касается сроков завяривания, у меня никакая жирная колбаса висела на завяривании и теряла свои 35-38 даже процентов веса. Наверное, больше двух месяцев. Почти три провисела. Как-то так. На этом позволю с вами попрощаться. Огромное спасибо за компанию, за лайки, дизлайки, репосты. Всем пока. Колбаски. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!